Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И продолжаем мы рассматривать книгу «Деяния святых апостолов». Сегодня 26 глава, и вот идут всякие там судебные разбирательства, обвиняют апостола Павла. Он объясняет, как было, что на самом деле, иудеи не могут его опровергнуть. И вот он на суде уже у порции Феста, и к порции Феста приезжает царь Агриппа. Агриппа II с сестрой своей Вереникой. И вот, значит, Фест показывает им апостола Павла. Агриппа тоже хочет познакомиться с ним. И вот на этом именно, в этом месте как раз начинается глава. Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя. Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Братья и сестры, сейчас мы, конечно, рассмотрим, что он будет говорить, но мне хотелось обратить внимание вроде бы на второстепенный такой момент, что Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. Были вот в античное время у ораторов своего рода такие вот жесты, риторические жесты, которые сопровождали речь. И вот некоторые эти жесты, они даже появились потом на иконографии. Да, пусть уж никто вот так вот строго не судит по этому поводу, но действительно эти жесты, они имели некоторое такое вот смысловое выражение. Ну, например, вот если вот такой жест, это означало начало речи, когда оратор в античное время, он начинал свою речь и только-только вот начинает говорить. Потом, значит, вот такой жест означал внимание, внемлите, да. Например, вот внемлите, да, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Потом, если вот такой жест, это как бы или указание, или порицание, и множество других. Ну, не то чтобы множество, некоторые другие жесты. И, собственно говоря, вот такие жесты, они в некоторых иконографических образах мы встречаем как тоже вот, ну, допустим, привлечение внимания. Привлечение внимания к особым словам Христовым, которые изображены на Евангелии. Или вот какие-то еще другие смыслы доносятся, да. То есть, вот в то время жесты имели огромное такое вот значение. Они сопровождали речь, окрашивали речь, придавали некое значение тому, что говорилось. И даже вот отчасти отражаются в христианской иконографической традиции. А что же именно стал говорить апостол Павел? «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев». Ну, Павел радуется, что проповедует. Ну, а почему бы не порадоваться? Потому что, действительно, тут же сам царь слушает его. Конечно, он такой маленький царек, который над небольшой областью правит. Но все равно, если через царя идет проповедь, то можно и потом и до других людей тоже дойти своим благовествованием. И Агриппа, он действительно знал обычаи, спорные мнения иудеев. И поэтому Павел говорит к нему как к человеку, который уже подготовлен. Если Фест – это вообще человек посторонний, который недавно приехал, не поймет, о чем тут идут споры. Ну, о каком-то Иисусе, о котором Павел утверждает, что он жив, а иудеев утверждает, что он мертв. То есть, Фест вот так отзывался. И для Феста это посторонние вопросы. А для Агриппа – нет. Агриппа уже должен в этом как-то разбираться. «Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи». Вот что интересно, что Павел неоднократно, когда публично говорит, обращаясь к представителям иудаизма, он ссылается на свою предыдущую биографию. И он достаточно искренне говорит все, как есть, как было в его жизни. И, собственно, иудеи должны были знать, как жил Павел, будучи представителем фарисейства и будучи врагом христианства. «Они, то есть иудеи, издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению». То есть не просто, что вот Павел какой-то там философ, вольный странник такой, который где-то чего-то наслушался и пришел с этими философскими учениями. А Павел, он был строгим блюстителем иудейских законов, чем, собственно, и занимались фарисеи, как строгие такие выразители иудейского благочестия. «И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого в исполнении надеется увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь». Вот тут уже Павел пытается перейти, что к чему? Что да, вот мы старались блюсти закон, но, собственно говоря, к чему сводился весь закон и все откровение ветхозаветного? К ожиданию Христа и к надежде воскресения. Ну, фарисеи, конечно, они действительно веровали в воскресение, да, но воскресение Христово многие, в основном, конечно, фарисеи отрицали, но некоторые фарисеи обратились и стали тоже христианами. И так вот говорит Павел про исполнение того обетования, которое через пророков еще давалось иудеям, и исполнение которого надеются двенадцать колен израильского народа. «За сию ту надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятно почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» Ну, действительно, еще в Ветхом Завете были случаи, когда Господь воскрешал мертвых. И, значит, там вот и пророк Илья воскрешает отрока, и потом пророк Елисей тоже отрока воскрешает. И затем, когда уже Елисей был похоронен, то от костей Елисея воскрес мертвый, которого бросили в гробницу с Елисеем, потому что шла вот эта похоронная процессия. Увидели неприятеля и испугались, и бросили в ближайшую гробницу, а там кости пророка Елисея при соприкосновении с мощами святого человека почивший воскрес. То есть, в Ветхом Завете воскресение мертвых трижды было представлено. «Правда», — продолжает Павел, «и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». То есть, уже, собственно, вообще, вот как бы от самой идеи воскресения он переходит к Иисусу Христу и называет его тем именем, которым привычно было называть среди иудеев Иисусом Назареем. Значит, да, «это я и делал». Что именно делал? Противодействовал имени Иисуса Христа. «Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах». То есть, Павел, еще Саввел тогда, был фанатичным противником христианства. И вот он прямо про это говорит, что это перед царем Агриппы подтвердят сами иудеи, что вот да, он действительно так вот противодействовал, потому что думал, что во Христе это вот ложь, а ничего Божьего там нет. «Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной». И вот Павел рассказывает, опять пытается как бы воззвать к совести тех, кто его слушает, и к сердцу их, не то что к совести, а к их сердцу, и рассказывает пример своей жизни. Ну вот часто люди как думают, что убедительно действуют те примеры, которые случились непосредственно в твоей жизни. Но дело все в том, что пример-то он этот лично твой, да, а чтобы другой поверил, надо, чтобы ты его рассказал, этот пример другому человеку. А вот поверит он или не поверит, это уже особый вопрос. И Павел пытается вот свой пример привести для вот убеждения царя Агриппы. И он говорит, что когда вот шел с этими письмами от первосвященника, чтобы в Дамаске тоже предавать, точнее схватывать христиан, то осиял с неба свет, говорит, превосходящий солнечное сияние. Вот это интересно тоже, что здесь фактически свидетельство о нетварном свете, о божественном сиянии. И Иисус Христос, как воплотившийся Сын Божий, Он тоже, как и Бог Отец, и Дух Святой, источник вот этого нетварного света. И свет божественный просиял и осиял Савла, еще тогда так он назывался. Все мы упали на землю. То есть божественное воздействие, оно сокрушает тех, кто не готов его воспринять, не готов созерцать это сияние, и все падают на землю. И я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Да, то есть вот этот момент, когда оказывается, что Савл был богопротивником, и сам Господь ему это говорит, что ты меня, Сына Божия, преследуешь. Но при этом Спаситель добавляет «трудно тебе идти против рожна». Что такое рожон? Рожон – это были такие вот заостренные, палки, которыми погоняли волов. И даже вот если вол, он очень крупный, у него мощные рога, он не может сопротивляться, когда его погонщик колет вот таким острым рожном и подгоняет его, куда ему именно идти. И вот так вот не может человек, какими бы он не укреплялся, материальными силами, какие бы ни были у него прочные рога, он не может все равно сопротивляться Божьему промыслу и Божьему призванию. «Я сказал, кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». То есть напрямую здесь идет вот такой диалог, что Савл еще не понимает, кто же ты, да, и спрашивает это, и напрямую получает ответ, который уже пронзает само его сердце. «Я Иисус, которого ты гонишь». Все напрямую скажет. «Но встань и встань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе». Вот здесь, кстати, Павел, когда передает это явление Господа, самое первое явление, и Павел подробнее останавливается на речи Господа. То есть что именно Господь ему сказал, что не просто «Я Иисус, которого ты гонишь», а Спаситель продолжил, да, что вот подымись, «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от мы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Вот это очень интересный тоже момент, что Павел немножко подробнее пересказывает речь Спасителя, обращенную к нему в момент явления вот этого сияния незреченного света, когда вот он сам, Павел, теряет зрение, да, но при этом слышит голос и Спаситель более подробно говорит, нежели вот Павел передавал до этого раньше. Мы слышали уже, Павел рассказывал про это явление. А почему так? Потому что здесь вот перед царем Павел как бы пытается пояснить, что он не самовольно принимается за проповедь среди язычников и что он поступает так, как его призывает Иисус, который просиял вот этим незреченным светом и который есть Сын Божий. А что же он сказал, что, значит, Павел поставляется служителем, да, то есть фактически он избирается тоже как апостол, чтобы поставить служителем и свидетелем того, что ты видел, что я открою тебе. Вот как все апостолы, они были свидетелями, да, они говорили, мы учим о том, что мы видели, слышали, чему мы являемся свидетелями. Они были свидетелями явившегося им воскресшего Христа. И Павел в данном случае, он тоже свидетель воскресшего Христа, который явился ему на пути в Дамаск. Ну и Павел, какую еще речь приводит Господь, что спаситель избавляет его от народа иудейского и от язычников, при этом, то есть что язычники, не иудеи, не язычники, его не убьют. И что Павел направляется к язычникам с проповедью, чтобы они открыли глаза и обратились от тьмы к свету. И дальше важно, от власти сатаны к Богу. И это значит, что все язычество, это есть служение фактически падшим духом, демоническим силам, над которыми сатана, падший ангел. И закоренелость в языческих культах означала подчинение власти сатаны. И вот Павел, благовествуя Христа, освобождал их от власти сатаны, чтобы они обратились к Богу, от тьмы к свету. «И веруя в меня, — говорит Христос, — получили прощение грехов и жребий с освященными». То есть спаситель призывает Павла быть проповедником среди язычников, апостолом для языков, и чтобы они тоже вместе с освященными приняли единую участь тот же самый жребий и получили прощение грехов веру в Иисуса Христа. Вот такую речь напрямую передает апостол Павел и дальше говорит. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Ну, что тут интересно, что вот лично меня поражает, что насколько Павел вот так вот искренне все как есть говорит, как было, так и есть. И, видимо, он надеялся, что сердце и царя Агриппы, и вот этой вот вереники, и прокуратора порция феста, что они откликнутся тоже на Божий призыв. То есть, когда мы передаем некое истинное Божие чудо, явление Божие в твоей собственной жизни и призвание Божие, то мы можем надеяться, что слушающие это, они тоже откликнутся. Но, к сожалению, это происходит не всегда. И Павел говорит, что поэтому он и там и в Дамаске, в Иерусалиме, потом, значит, в иудейской земле, и язычникам, чтобы они покаялись и обратились к Богу. «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать». То есть, Павел храм-то не осквернял, язычников туда не водил. А схватили его за что? За то, что он проповедовал о Христе. Ну, надо сказать, что Павел, конечно, достаточно смело говорит, и слава Богу, еще не было в Римской империи закона Трояна, закон Трояна уже в начале II века появится, когда за само имя христианин уже было, ну, достаточным для наказания смертью. То есть, те, кто исповедовали Христа, должны были быть, ну, могли быть казнимы смертью. Вот. А в то время еще в Римской империи не были разработаны законы против христиан. Поэтому можно было прямо говорить, что вот мне явился Христос, и я проповедовал его везде, и за это иудеи меня схватили. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвести свет народу, иудейскому и язычникам». Смысл явления Христова в том, что Спаситель победил смерть, вот Он воскрес, и затем Он благовестие через апостолов распространяет как среди богоизбранного народа иудеев, так и среди язычников, которые были в подчинении дьяволу, и вот теперь многие обращаются, освобождаются. Вот так вот, значит, Павел проповедует, говорит, говорит, и тут вдруг, значит, когда он так защищался, читаем мы, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». То есть, Фест, видно, что он очень такой высокомерный, и если Феликс еще слушал, да, и Феликс устрашался, потому что слова Павла действовали все-таки на душу Феликса, да, но Феликс все-таки не освободил его, то Фест, он так как бы свысока, ну да, вот ты, Павел, слишком ученый, всего наслушался, и какие-то странные вещи тут теперь рассказываешь. Павел отвечает, «Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило». Ну, действительно, во всей Иудее было очень много разговоров о том, что Иисус Христос действительно воскрес, что тело Его не обрели в гробнице, это действительно так, и многие об этом спорили, говорили, но весь это распространялось всюду. «Веришь ли царь Агриппа пророкам?» Знаю, что веришь, ведь пророки же говорили о воскресении Христову. Агриппа сказал Павлу, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Ну, вот эти слова требуют немножко так объяснения, потому что если прямо, вот как у нас в русском переводе, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином», тут имеется как бы в виду, что вот чуть-чуть еще, и ты убедишь меня сделать христианином, но все-таки немножко еще не убеждаешь. То есть, не получается у тебя убедить, хотя вот говоришь много для этого, и вроде как бы почти убедил уже. Но на самом деле там смысл такой имеется в виду, что «Ты не так вот много еще сказал, чтобы убедить меня христианином», и Агриппа как бы тоже отстраняется, отстраняется, что «Ну, ты еще не убедил меня, чтобы сделать христианином, не так много ты потратил времени, не так много еще вот вложил сил, чтобы убедить меня стать христианином». Павел же сказал, «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушащие меня сегодня сделали с такими, как я, кроме этих уз». То есть, ну, тоже поражает вот эта вот искренность Павла, насколько он радуется вере Христовой, говорит, что вот я бы молил Бога, чтобы и ты, и вот этот Фест, и все остальные, кто слушает, конечно же, там и охранники, еще кто-то присутствовал, они слушали проповедь Павла, и я бы хотел, чтобы они такими же стали, то есть христианами. Вот это бывает, когда обретаешь, ну, человек жил атеистом, и потом вдруг он обретает веру в Бога, и у него внутри такая радость, такая свобода и счастье, что хочется этим делиться со всеми. Но потом это со временем угасает чувство, человек вот накапливает всякие грехи и уже теряет первое ощущение свободы, радости и счастья, ощущаемой в Боге. А Павел, видимо, он хранил вот эту духовную свободу и радость, потому что старался все время с Богом пребывать и в молитве, и вот он старается этим поделиться, то есть сделать таким же, как он, то есть христианином, но быть свободными от уз. Когда он сказал это, царь и правитель, вереника и сидевшие с ним, с ними встали, и отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. Ну, почему так? Потому что не было такого закона, по которому Павла можно было бы казнить. Он проповедовал Христа, но за проповедь Христа не полагалось, пока что еще никакого наказания. И сказал Агриппо-фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. Видимо, просто решили отправить его с глаз долой, чтобы поменьше уже было конфликтов на территории Иудеи, чтобы никто уже там не составлял никакие заговоры и заклятия, не есть, не пить, пока не убьют Павла, как это было до этого, чтобы уже никто не приходил с жалобием и первосвященник на не донимал. То есть Павел, он как такая заноза. Поэтому он же сказал, что вот я стою перед судом кесаря и требую суда кесаря. И так как это зафиксировано было в судебном делопроизводстве Павла, что он потребовал суда кесаря, то чисто формально они последовали этому уже принятому решению. Они могли бы освободить, несмотря на то, что он и требовал суда кесаря, они могли как бы, ну, новое какое-то постановление, и Павел, наверное, бы не возражал. Но так как уже это было зафиксировано, то вот решили направить его к императору, на суд кесаря. А Павел тоже этому не сопротивлялся, потому что он знал, что так его ведет сам Господь. И поэтому он, ведомый промыслом Божьим, должен отправиться на суд самого кесаря. Вот на этом заканчивается 26 глава. И с Божьей помощью в следующий раз мы продолжим чтение. И дай нам Господь тоже стараться, как и Павел, делиться радостью веры Христовой с нашими, ну, конечно, с родными и близкими, но также и с дальними, с чуждыми нам, теми, кто настроен, может быть, против нас. Ну и самое главное, сохранять у нас вот эту вот радость о Христе, которая была у апостола Павла. Всего вам доброго. Храни всех Господь.